Продолжение следует... Плюсы, вижу. Хорошо, начнем. Я, не теряя времени, сразу же дам доступ к презентации, потому что здесь система немножко странная. Она требует каждый раз закачивать программу и делать доступ. Я не знаю, с чем связано. Если кто-то знает, почему на маках так происходит, то поможете, наверное, мне. Итак, экран виден. Переключаемся на презентацию. Нет, давайте остановим, все-таки показ. Итак, я Фред, трейдер, управляющий активами. Я вижу здесь много новых людей, и трейдеров, и нетрейдеров. Всех приветствую. Что могу сказать? Аналитик, трейдер, автор публикаций. Все время на рынке. Наверное, круглые сутки я на рынке, и больше, чем я, наверное, на рынке не сидит никто. И сегодня у нас будет обзор текущей ситуации. Все, что было на прошлой неделе, все, что будет на следующей неделе. Вчера, знаете, были праздники на американских рынках, и валютный рынок не особо радовал волатильностью. И вот сегодня, можно сказать, открылась новая неделя. И представлю организатора Admiral Markets предупреждение о рисках, собственно, вы знаете, что маржинальная торговля – это риски, вы можете потерять больше, чем есть, но я должен предупредить, потому что регуляторы требуют у брокеров, как дисклаймер называется, собственно, вот офис в Лондоне, офис в Таллине, и вопросы пишите им на этот email, на эти телефоны. А темы интересные пишите мне, потому что мы снова начинаем с сентября, буквально со следующей недели. Начнем и вебинары в четверг, они будут тематические, тем несколько, ну, две или три у меня есть до конца сентября, у нас все забито. А новые темы на октябрь жду от вас, если у вас будут какие-то идеи интересные, то пишите. Мы немного поменяли формат, теперь у нас по вторникам будет скорее такая дискуссия, а не обзор календаря, фундаментала. Это, как я понял, не слишком интересно, а интересно именно обсуждать рынки вот в том виде, в каком они присутствуют на наших терминалах, в нашей жизни. Вот Алекс Трейдер интересуется, у него всегда интересные вопросы. Есть ли у меня личная жизнь? Да, с этим все в порядке, я не жалуюсь, меня же никто не заставляет сидеть у шести мониторов и пялиться на них. Нет, конечно, это мне нравится, это без, так сказать, напряжения особого. То есть за этим монитором я могу много чем заняться, что-то написать, что-то придумать, стартапы какие-то и так далее. Так что все нормально с этим и с личной жизнью тоже, потому что есть у нас выходные, вы знаете, у трейдеров в субботу и воскресенье. И рынки, хоть убейся, они закрыты. Как бы я не хотел торговать в субботу и воскресенье, но вот не получится, рынки закрыты. Итак, снова включаю презентацию. Опять разрешите, как это надоело. Я вот официально прошу специалистов, айтишников, кто знает, как избавиться от этой проблемы, каждый раз закачивать какой-то плагин и давать ему разрешение видеть мой десктоп. На Windows такого не было. Вот здесь. Я сегодня открыл много всяких картинок, JPEG-ов, которые сохранял всю неделю, чтобы на этом вебинаре вам показать. Из разных источников на авторские права выходит мне немножко плевать, потому что они из разных источников. Надеюсь, никто меня не засудит. Так вот. Так, секунду, я закрою то, что не нужно. Ну ладно, пускай лежит. Хотя, как закрыть это окно? На другом мониторе было открыто, а вот здесь я не вижу. Ну ладно. Пускай будет вот так. Давайте начнем с картинок. Такое видение сделаем. Вот у меня карта, так скажем, оценки фондовых рынков. Кстати, если видно, напишите плюс, потому что я не уверен, что это видно. Должно быть вроде. Да, отлично. А вы видите здесь... Так, а теперь не открывается, да? А, нет. Открылась. Это Insider Pro, в общем-то. Вот здесь источник есть. Если что, пускай они видят, что я указал источник. Что такое дорогие фондовые рынки мира? Ну, они все нам дороги. Здесь речь идет об оценке. Об оценке соотношения Price Earnings. Это вот КП. Немножко другой Price Earnings. Взвешенный немножечко сложный. Ну, обычно их измеряют по соотношению, собственно, price, цены акций или всего фондового рынка. Такая разница. Все можно суммировать и будет весь фондовый рынок. На Earnings, на прибыль. Ну, допустим, если акция стоит 100 долларов и зарабатывает в пересчете на одну акцию за год 2 доллара, значит, у нее P.E. ratio 50. 100 делим на 2. Если все акции в стране вместе взятые стоят 100 миллионов и все вместе взятые, торгующиеся на рынке, конечно, зарабатывают 2 миллиона, то то же самое получится. Так что вот здесь вы видите оценку по Price Earnings. Давайте начнем с правой картинки. Вот Россия 5. Понятно, почему она так дешево стоит. Тут нет секретов. Мы понимаем, что это не то, чтобы прям дешевый рынок налетай. Я бы Чехию купил со соотношением таким же, без политических рисков, без всяких санкций, без всякого, нежели Россию по 5. Но вот поэтому она и дешево и стоит. То есть все справедливо. Или какая-нибудь Ирландия 33 соотношение уже достаточно, как говорят, overvalued, переоценена. И вы видите среднее здесь где-то примерно в районе 20-22. То есть в среднем европейский рынок имеет соотношение где-то около 20-18. Нет, сейчас уже даже где-то 20. И это считается очень даже средним показателем. То есть нельзя сказать, что пузырь. Нельзя сказать, что компании слишком дорого стоят по отношению к их заработкам. Но я не считаю, и, наверное, все налетики не считают, что компании стоят дешево. Какой-то средний показатель. Я потом найду вам исторический. Вы увидите, что выше 30-40 никогда не было, если не считать, великую депрессию. Бумаги всегда вот так колебались. Кризисы, цены падали. Они стоили после кризиса, они стоили в районе, я не знаю, 12 пи, было 15. И уже в бум поднимались цифры до 30, иногда 40. Ну и по всему миру посмотрите пи-рэйшио. Самый дешевый рынок. Давайте найдем самый дешевый рынок, недооцененный. В этом смысле дешевый. Вот Россия, получается, 5. Что тут еще есть в Европе? Чехия, 9. Кстати, Норвегия, 13. Представляете, Норвегия. Видимо, из-за цен на нефть, из-за норвежской кроны, масса факторов может повлиять. Вот такая достаточно низкая для развитого европейского рынка стоимость, соотношение стоимости. Испания тоже 13,8. Мне кажется, Испания достаточно недооценена. Если смотреть на всю Европу, ее потенциал, ну то есть она слишком была перепродана, теперь там инфляция уже 3,1%, а это много, а инфляция это разогрев экономики. Ну, в общем, говорит о том, что экономика растет бурно при прочих равных. Так что вот, наверное, Испания в Европе более-менее недооценена. И вот Чехия, 9. Окей, идем дальше. Что еще у меня было из картинок? Вот по нефти, по рынку нефти. Давайте откроем график и посмотрим, что происходит на рынке нефти. И дальше уже я отключу картинки. Ну и вы задавайте вопросы, если они у вас есть, потому что у нас дискуссия, а не монолог. Вот котировки нефти, я специально сжимаю график, потому что он такой боковик уже давно, сейчас переключу, да, я забываю переключить, боковик уже давно-давно у нас на рынке присутствует. И я сжал, чтобы видеть более широкий диапазон, да, таймфрейм, увеличить это 4-часовой. Мы видим, сегодня был хороший импульс. Обратите внимание на техническую картину. Очень даже неплохо работает теханализ. Мы увидели полтора доллара пробоя, даже больше, может быть, 2 было на пике, 2 доллара пробоя. Цены улетели сегодня и вчера, да, 4-часовой, 4, 8, 16, да, 16 часов. За сутки цены улетели очень сильно вверх, технический такой пробой. Я смотрел статистику по буровым США, вы знаете, каждую пятницу выходит статистика, и на прошлой неделе было ноль. То есть не было ни прибавления, ни убавки количества нефтяных вышек в США. То есть, казалось бы, ураган Харви, да, был, он должен был сократить количество буровых, но нет, такого не было. Может быть, новая статистика, то есть вот на этой неделе за прошлую выйдет, может быть, там мы увидим что-то. Но та статистика, которая опубликована в пятницу, она как раз за неделю буквально до Харви. Если компании сокращали, то есть закрывали буровые персоналы, эвакуировали, это должно было отразиться на буровых, но вот не отразилось. Значит, все нормально. Так вот, что еще по нефти? Вот у меня картинка была, я как раз ее показывал. А тут прогноз от кого? От САУС, это ИЕА, это Институт энергетики ОПЕК, Бритиш Петролем. Ну, то есть тут автор собрал все источники касательно нефтяного рынка, нефтяной индустрии. И вот из разных источников вот такой становился график. Что мы здесь видим? Черным цветом это бренд, цены на бренд, да, сорт бренд нефти. Вот он колеблется, наверное, правая шкала, да, правая шкала. А синим и красным профицит дефицит на рынке нефти. То есть вот красный это дефицит на 500, сколько, тысяч баррелей, да. А вот помните, когда цены на нефть сильно, что это получается, сэклайн минус демант. А, нет, это предложение минус спрос. Ну да, то же самое получается, баланс. То есть предложение, сколько нефти добыли, минус спрос, сколько потребили. Если цифры растут, то значит, что предложение больше, чем добыча, ведь и лишние остается. Если цифры падают, вот, характерно было для 9-го, 10-го года, то цены растут. Ну и видно, вот, бренд растет на дефиците и падает на профиците. Тут все четко. Вот, я всегда говорил, что рынок нефти более-менее, как сказать, хотя бы тует пословица, что угадывать цены на нефть дело неблагодарное, но по графику видно, что это реально комодити, это реально товар сырьевой, и спрос, и предложение на него определяют цены. Что вторично, что первично, другой вопрос, но корреляция есть. Вот видите, большой профицит. Подождите, я показываю, может не видно. Сейчас включу график. Вот он, профицит, излишки нефти, добывается больше, чем потребляется, цены падают. Классика жанра. И вот какая-то стабилизация. Нельзя сказать, что дикий профицит, но вот какая-то стабилизация, то дефицит, то профицит. И цены восстановились. Вот это то, что мы видим на графике на 4-часовом. Последние несколько недель, месяцев даже с начала года. Ни рыба, ни мясо, цены ни туда, ни сюда. То есть это работает. Вот обратите внимание снова. Дефицит, цены выросли. Небольшой профицит упали. Хотя это было связано больше с кризисом, а не с балансом сил. Видите, восьмой год. Это было однозначно связано с кризисом. Андрей спрашивает, будет ли про фундаментальный анализ. Конечно, будет, да. Мы вообще говорим о фундаментальном анализе. Вот сейчас же спрос и предложение на рынке, это же тоже фундаментально. Конечно, будет чуть позже. Но не так, как раньше мы делали. Календарь мы обсуждать не будем. Потому что вы его и так и без меня видите. Я лишь хочу внести какое-то новое слово, какую-то новую идею дать, что ли. Благодаря вот таким скачанным с разных источников ресурсам, всяким графикам. То, что вы без меня видите, можете сами разобраться. А тут более свежая и новая информация, я надеюсь, для вас. Окей, закрываем эту картинку. Тут все очевидно было. И еще на этой неделе была новость для тех, кто торгует индексами, российским индексом, РТС. Но большинство тут россияне, я вижу, очень много. Вы, наверное, слышали, что Новежский фонд уходит из России. То есть сокращает позиции в рублях, отказывается. Не знаю, с чем связано, они об этом не говорили. То ли уже понимают, что санкции будут усиливаться и время, рано или поздно придет момент, когда им придется отказаться. И вот они делают заблаговременно. Или же просто политика этого фонда. Ну, что такое Норвежский фонд? Вы, наверное, слыхали, что в Норвегии есть национальный или суверенный фонд, его называют. Это кубышка такая, это деньги. Его еще называют пенсионный фонд. Но это не классический пенсионный фонд. Ведь пенсионный фонд формируется из пенсионных накоплений. А в этом фонде, не пенсионных накоплений граждан, в этом фонде излишки сверхприбыли нефтяной индустрии, то есть они не в бюджет направляются, а аккумулируются, вот эта вот сверхприбыль аккумулируется в национальном фонде, который, в свою очередь, вкладывает в разные акции. Вообще по всей Европе вот этот Норвежский национальный фонд, суверенный фонд владеет более чем двумя, даже около трех процентов, около трех процентов всех европейских акций. То есть вот если собрать все европейские акции на европейском рынке, все компании там от бывшей Ноки, заканчивая как-нибудь испанской НДС, то большинство, не большинство, а около трех процентов всех этих акций в одном фонде, в норвежском фонде. Вот такие богатые норвежцы, вот такую они себе создали кубышку за много лет из нефтяных денег, с 70-х, 80-х, по-моему, они аккумулировали, а в 90-х создали фонд, по-моему, он был создан в 91-м и 92-м. Вот как раз развал Союза, они создали фонд, в отличие от постсоветских республик, которые ничего подобного не... Хотя в Азербайджане тоже есть фонд, вот сегодня эстонская пресса пестрит просто новостями о том, как через один датский банк, через один только банк, датский в Эстонии, ну, хотел сказать, правительство, элита, элита, точнее, семья Алиевых, скорее всего, через подставные офшорные фирмы отмыло, как вы думаете, сколько это только за 2012-2014 год? 2,5 миллиарда долларов. Одна семья, близкие к ней, скорее всего, люди, потому что простым не дадут это делать, отмыло 2,5 миллиарда долларов. Это только то, что стало известно, только то, что вот сейчас выяснилось, ввиду того, что стали пристально следить за банками европейскими, смотреть сделки с Россией, с другими республиками. Вот, и пока норвежцы копили честно свои национальные деньги, другие страны, у которых тоже есть нефть, не будем называть какие, я только одну назвал, не будем называть какие, делают совсем обратные, совсем другие вещи, и при этом их лидеры почему-то пользуются успехом и популярностью. Так вот, в этом фонде миллиард, ой, вру, триллион миллиард. В этом фонде триллион с копейками. Они за этот год, я писал об этом большую статью, не помню, прилично заработали для такого сбалансированного фонда, где и облигации, и акции, и разное всякое, прилично заработали. Ну, не там, не десятки процентов, но тоже неплохо заработали. Так вот, этот фонд решил теперь отказаться. И вот у меня таблица, где видно, как, сейчас, смотри, видно ли. Да, у меня таблица, где видно, какие иностранные, больше даже американские фонды инвестировали в Россию в миллиардах. Вот, эти небольшие цифры, на самом деле. Три миллиарда, это Алкенхаймер, Джей Пи Морган, там, три миллиарда. И вот, даже есть Светбанк наш, ну, как наш шведский банк, который и тут представлен. И в России он был, по-моему, теперь его нет. Мне кажется, закрылся, да? Кто помнит, был в России Светбанк, есть ли он сейчас? Мне кажется, что-то он там закрылся и перестал действовать. Итак, давайте с нефтью закончим. Что я хотел показать? Показать я хотел, отбил меня мета трейдер. Показать хотел я вот что. Мы вошли в зону сопротивления, пробили зону сопротивления и вышли уже выше 48, 48, даже 50. Мне кажется, такой сильный сигнал для покупок с небольшим стопом можно здесь ставить. Но учтите, что здесь боковик. Видите, какое ломанное движение цены. В любой момент можем оставить шип. Завтра у нас выходят запасы. Кстати, очень интересный момент. Мы завтра узнаем, насколько ураган Харви повлиял на добычу, повлиял на спрос в Америке. Завтра в 17.50, по-моему, я путаю все время. Я уже вернулся в Эстонию. Не помню, в 17.30 по эстонскому времени или по испанскому времени. Ну, московское, эстонское, прибалтийское, все совпадает. Ну, в календаре найдете. Выйдут данные. И это важно сейчас, даже важнее, чем раньше, потому что есть фактор, фактор урагана, который может помешать. С одной стороны, это важно. С другой стороны, не обращайте на эти данные никакого внимания, потому что их испортил ураган. То есть, большое сокращение коммерческих запасов еще... А, подождите, Григорий пишет... Да, кстати, праздник же был вчера. Мы даже в прошлый вторник об этом говорили. Вот что отдых с людьми делает. Я совсем забыл. Мы даже в прошлый вторник об этом говорили, что не в среду, а в четверг. Вчера был праздник, и когда какие-то праздники, даже иногда нонфарм переносит, а уж запасы нефти тоже. Спасибо, Григорий, напомнили. Мы об этом говорили, вот я забыл. Хотя память у меня хорошая. В четверг это будет. Ну, хорошо, у нас лишний день. Я бы ничего не делал. Во-первых, боковик. Во-вторых, вот запасы исказили картину. Мы точно об этом знаем, что они исказили картину. Лучше при такой искаженной картине ничего не делать. Более того, я бы ждал пробоя выше 50, чтобы начинать уже более уверенно шортить, или куда-то ухода вниз. В общем, картина, по мне, никакая. Был сигнал краткосрочный вот на этом пробое. Видите, у меня же линия стояла. И все, наверное, и больше делать нечего. Не здесь. Может быть, вот здесь можно еще шортить. Но я бы дождался запасов, посмотрел, как рынок на них отреагирует. Почитал бы, что пишут. Все-таки ураган виноват в этих цифрах, не виноват. Эти данные точно на ураган попадают. Если за прошлое еще можно сомневаться, то эти данные точно касаются урагана. Окей, нефть оставим. Ничего не будем больше об этом говорить, потому что непонятно. Вот у меня еще одна картинка. Посмотрим, что здесь. Я их в разное время собирал. Значит, индекс, комодит индекс с зеленым цветом. Это у нас комодити индекс, то есть, блумберговский индекс всех комодитис. Металлы, энергетика, сельскохозяйство. Давайте возьмем энергетику, она темно-синим цветом. Что они хотели сказать? А, да, что фонды сокращают свои позиции. Видите, в комодитис последние несколько недель, месяцев идет продажа от пиков. Хотя до таких пиков мы не дошли. Идет продажа. И в общем, вот красная линия на 10% сократили все фьючерсы, вот, managed money position, все фонды, хедж-фонды вместе взятые на 10% сократили все комодитис. Наверное, больше всего не повезло энергии. То есть, нефть, газ, всем энергетическим фьючерсам, там их несколько, да, там, heating oil, газ, нефть, есть даже такие экзотические. Больше всего было сокращение с 200, там, 5 до, не знаю, до отрицательных, нет, до 140. Почему здесь нулевая линия, надо будет копаться? А, это в лотах. Это в лотах, а это что тогда правая шкала? Давайте посмотрим, что правая шкала нам показывает. Ну, ладно, не будем это время тратить. В общем, произошло сильное сокращение, несмотря на рост на нефть и других фьючерсов. Например, пшеница от одна отошла. Хотя, я подозреваю, что эта статистика как раз относится к тому периоду, когда пшеница действительно падала. Вот, в прошлый раз я рассказывал о своей позиции на пшенице, я все еще держу фьючерсы, вот здесь покажу вам. Вот он, вот, кстати, 148, еще немного выросли, 148 тысяч, было 146, даже падли до 145. Вот уже 445 долларов стоит 5000 буш или пшеницу, у меня 4 контракта, я их держу. Даже стопы не поставил, кол буду продавать, ну, я слежу пристально, вот уже 444. Я слежу ежедневно, даже там, ежечасно смотрю на котировки фьючерса и, если что, закроюсь вручную. Но, мне кажется, там хорошие уже, оттоптали базу, дно неплохое. Можно будет стоп поставить, купить путы, немного подожду и куплю. Ну, в общем, я буду регулировать эту позицию. Пока я что сделал, это поставил ордер на продажу 500 коллов. Это значит, что я готов эти 4 контракта, из них 2, отдать по 500 до декабря месяца, если будет 500. Ну, то есть, я пытаюсь отыграть какую-то сумму еще и на коллах. Ну, если будет рост, я 2 контракта закрою вручную и избавлюсь от них, потому что 4 это много, это большой риск. К чему этот график? То, что фонды избавляются... Да, Игорь, сейчас я отвечу. Ну, то есть, я не смогу ответить на вопрос, покупать пшеницу или нет, она у меня куплена. Но, мне кажется, с небольшим стопом это можно сделать. Сейчас как раз хороший уровень. Во-первых, она очень сильно упала, во-вторых, стоп близкий будет, ну, и в-третьих, в общем-то, у меня позиция уже открыта. Я как раз не тот, кто покупал, а тот, кто уже держит, не самый лучший советчик. Лучший советчик тот, кто купил. Итак, что за зеленая линия? Да, и мы видим комодити индекс бунберговский, он практически неизменный, он стоит на месте. То есть, есть вероятность, что эти продажи еще аукнутся на рынке. Ну, в общем, пока корреляции. Давайте посмотрим, что было в прошлом. Вот он, комодити индекс, 2014-2015 год, падал. То есть, все комодити по Блумбергу собраны в один индекс. Вот эта зеленая линия отражает именно их, так скажем, средневзвешенную и среднюю цену. Падают позиции хедж-фондов, падают цены. Видите, корреляция очень даже прямая, вплоть до дна, видите, в минус ушли очень сильно и цены упали. Потом пошел рост, коррекция небольшая и хедж-фонды стали наращивать свои позиции. Вот они наращивали, но цены не сильно росли. Хоть и максимум был побит небольшой рекорд локальный с 2015 года, позиции сильно росли, а комодити индекс не сильно рос. Ну и потом они разочаровались, стали скидывать небольшой отскок и снова скидывают. Так что есть вероятность, что комодити индекс, вот этот Блумберговский, или среднеизвешенная всех фьючерсов на сырье, начнет новое падение, потому что все-таки хедж-фонды уже начали выходить из игры. Но все должно быть в цене, по мне все должно быть в цене. Окей, вернемся к метатрейдеру и перейдем на другие графики, более интересные. Это была у нас нефть, что у нас еще есть? Да, газ, я в прошлый раз говорил во вторник, что идеально себя ведет с точки зрения опционщика, можно строить стратегии, заходить в них, а потом цена разворачивается и ты радуешься, что ты построил. Снова, там новый максимум, строишь стратегию на колл-опционах, цена консолидируется и ты радуешься, что ты это сделал, продал колл и какой-то один купил как хедж. И вот тут опять новый пробой, новый максимум локальный с июня месяца, максимум всего лета, даже с мая где-то, да, всего лета, ты строишь конструкцию и она возвращается. Я сегодня прикупил, вот могу показать, прикупил хедж. То есть, что я сделал, вот моя позиция, газ, коллы, секунду переключу, или вы видите, нет, вы не видите, вы не видите, поэтому надо переключить. Вот моя позиция, куплен 3.5 колл 1 и продано 4 колла 4. То есть, все, что выше 3.5, мое, вот где-то здесь 3.5, все, что выше мое, и мне важно, чтобы было не выше 4, 3.9. То есть, видите, даже до 3.5 еще не дошли, я уже построил конструкцию, которая истекает в конце ноября. Он декабрьский фьючерс, но истекает в конце ноября. Вот, вообще, ну вот сюда поставить не на 3.2, а на 3.5. Вот, тут моя первая нога, да, называется, это хедж, он меня страхует от бурного роста и мне выгодно, чтобы было не выше 4. Ну, где-то без убыток там на 4.3, на 4.2. Это очень высоко, сейчас цена 3, 3 доллара за 10 тысяч британских МБТУ, да, то, что называется, единиц. Так, идем дальше. Газ просто идеально себя ведет, но для спот-трейдеров я не вижу никаких сигналов. Ну, разве что мы сейчас оттолкнемся отсюда, можно прикупить со стопом. Но настолько грязно, секунду, переключусь, да, переключил, настолько грязно здесь исполняется, что эти линии, ну, мне не кажутся особо достоверными, я бы не полагался на них. Вообще, кто торгует Natural Gas? Кто-нибудь вот в этой системе или у любого другого брокера, в любой другой системе торгует вот этим инструментом NG, да, Natural Gas? Мне кажется, что я уже который месяц говорю, что газ ведет себя идеально с точки зрения технического анализа, никто даже не увлекается им. Мне кажется, евро куда бессвязно себя ведет в большом отрыве от фундаментального анализа, в большом отрыве даже технического анализа, нежели газ тот же. Да, время от времени бывают ложные пробои, но вот я уже два года будет, нет, видите, как два года, 16 мая, 17, да, полтора года уже вебинары вот в этой компании веду, в Natural Markets, и идеально себя ведет газ. Ну, хорошо, 8 случаев из 10, очень даже неплохо можно зайти по правилам классического технического анализа, графического технического анализа. Я не говорю про волны, какие-то другие вещи, именно речь идет о классике, о самых простых линиях поддержки, уровне, как их называют, да, и можно было бы на этом взять неплохой рост и падение, отрабатывается это неплохо. Ну, вот никто плюсы не поставил, значит, никто им не торгует, убираем газ, убираем газ из обсуждения своего, больше не буду о нем говорить, это я его полюбил. У меня в каждый, каждый месяц, каждый фьючерс я что-то делаю, вот всегда на опционах, истекает декабрь, торгую там, не знаю, следующим, февралем, или даже каждым месяцем истекает. Плюсы вы ставите, потому что что, поддержали идею прекратить говорить о газе, или все-таки вы торгуете. А, не надо убирать, хорошо, а то я подумал, что все обрадовались, что мы больше не будем говорить о фьючерсах и о газе в частности. Хорошо, окей, меняем, сейчас посмотрю, что вы видите, меняем инструмент, дальше у нас Apple, тут ничего интересного, на самом деле новый хай показали, да, это daily, в пятницу, наверное, это было новый максимум, и вот сегодня, кстати, сегодня на рынке идет такой небольшой село, ну, как небольшой, вот у меня Bloomberg открыт на TV перед глазами, NASDAQ минус 1%, S&P минус 0,8%, Dow Jones 1%, и написано market sell-off, то есть рынок настолько соскучился по падению, что 1% они называют sell-off, ну, sell-off это распродажи, да, sell-off это обвал, паническая распродажа. Раньше это делали на 3-4%, да, когда рынки падали на такие большие величины, а сейчас 1% уже все, sell-off называется, ну, вы знаете почему, потому что долгое время рынки растут, волатильность низкая, все очень спокойно, и малейшая паника, малейший вот такой обвал, даже не обвал, небольшая продажа вызывает уже у аналитиков, у трейдеров панику, и они начинают называть sell-off. А мы еще к этому вернемся, давайте посмотрим, что здесь, Apple так же, как и весь рынок, развернулся, вот он, S&P, тут у нас, видите, была такая линия, которую мы ложно попытались пробить в IT, но вы, наверное, понимаете, что это такой тонкий рынок, choppy market, где объемы низкие, где нет особо сильной волатильности, объемов интереса рынка, и не стоит бежать покупать вот на таком пробое. Посмотрим, какие сегодня будут объемы, кстати, где смотреть объемы, вы, наверное, скажете, в MetaTrader есть в программе такая вот вещь, сейчас напомните, я про парный трейдинг тоже потом расскажу, что здесь можно смотреть объемы, но это не объемы, это тиковые объемы, это изменения, ну, наверное, все знают, я повторюсь, то есть, если цена в течение часа или дня изменится тысячу раз, он здесь покажет тысячу, изменится сто раз, он покажет сто, это не объем, это количество изменений тиков, ни о чем, в общем, это ни о чем. Объемы можно смотреть вот здесь, Finviz, открываете finviz.com, видите, вот на главной странице три графика, три индекса, и пока, сейчас я обновлю, показывает, что объемы по Dow Jones, например, близки к единице, то есть, они, ну, почти как средние объемы, вот один это среднее за несколько месяцев, видите, и они близки к средним, то есть, ничего особенного, вот если бы сегодня было бы два, полтора, мы бы сказали, вот это sell-off, все скидывают, все продают, все уходят с рынка, но я бы не сказал, что какой-то мощный интерес у рынка есть к продажам. Ну, посмотрим, это только первый день после праздников, рынок только-только начал выражать свое мнение. Да, Григорий, сейчас я скину вам ссылку, вот прямо на главной странице, Finviz, очень хорошая платформа или портал, потому что это веб, да, веб-бейст, очень хорошая вещь, там сканер, там все есть, я пользуюсь очень даже активно, причем можно даже бесплатной версией пользоваться, платную не покупать, потому что платную только вы получите real-time, активовки, я уверен, у вас на других терминалах есть уже все это, так что Finviz дает массу. Так, по валютному, хороший вопрос, Алекс, но дайте я проверю это. Значит, вот Forex, нажимаем и евро и USD дает, но я не знаю, откуда эти объемы берутся, тоже ли тиковые или нет. Давайте вот что, я предлагаю зайти на фьючерсы и посмотреть вот в currencies евро как фьючерс. Вот эти объемы уже будут точно достоверны, потому что это объем с фьючерсного рынка. Так что да, вот здесь можно смотреть, не евро и USD spot, а евро и FX futures, вот контракт 125 тысяч, в один контракт фьючерсный по евро входит 125 тысяч евро, и вот этот контракт торгуется на Чикагской бирже, вот даже по ним есть код, да, так называемый, и вот эти объемы, скорее всего, именно отражают фьючерсные объемы, а не тиковые, это точно. А, видно МТ. Так, вот. Значит, что я сделал? Я нажал, я нажал вот здесь, сейчас, в Finviz нажал не Forex, а нажал Futures, и вышла вот большая таблица, вот здесь внизу currencies, выбрал любую валюту, например, евро, и вот он показывает эти контракты, это фьючерсный контракт, точно, вот здесь 125 тысяч, и вот объемы внизу по фьючерсному контракту, который торгуется на бирже, на Семии, по которому идут биржевые сделки, они фиксируются, они есть в статистике биржи, по ним даже есть вот этот код, так называемый, а не вне биржевой, так называемый, рынок валютный, который нигде не фиксируется, и зачастую объем по ним даже невозможно посчитать. Так что вам, брокер, всего лишь вынужден показывать тиковый объем, то есть количество изменений за единицу времени. Если это час, то вот 60 раз цена туда-сюда пошла, это 60 якобы объем, но это не объем. Ну а делать нечего, ведь рынок валютный, он не имеет физического места, и не может брокер взять статистику со всего рынка, этого рынка даже нет как такового, есть ECN и все такое, понятно, но статистику по нему посчитать невозможно, или очень сложно, или это делают какие-то отдельные институты. Так что придется смотреть на фьючерс. Хорошо. На финвизе задержка 15-20 минут. Я думаю, по итогам дня это не принципиально, если смотреть на объемы, то по итогам дня это не принципиально. А вот на акциях, да, никто, наверное, не торгует на этом графике. Но давайте вбьем какую-нибудь бумагу, тот же MSFT Microsoft, и посмотрим, что здесь происходит с точки зрения, как торговать. Видите, веб-график примитивный, я не думаю, что решение, даже самый маломальский продвинутый трейдер будет принимать решение по этому графику. Хотя, признаюсь, я иногда так и делаю. Признаюсь, что иногда на опционах, конечно, из-за того, что это опционы, иногда на опционах график настолько вторичен, что мне лень открывать Synchor Swim программу, я ее тоже показывал, вот она на экране, Synchor Swim, и открывать не буду, она очень большая, грузит терминал. Порой, зачастую даже, не порой, зачастую лень открывать какие-то специальные большие программы. Я как-то более-менее уверен в стратегии, уверен, что до туда не дойдет и так далее. Все это делаю чуть ли не интуитивно, чуть ли не на простых графиках. Лишь пробивая потом уже после сделки соотношения, уровни какие-то смотрю, чисто PL, да, мы это называем, Profit Loss Profile, куда уйдет бумага, сколько я потеряю там, сколько здесь. Вот это куда важнее, чем даже технический анализ. Вот так, ну это потому что специфика опционов. Здесь технический анализ на втором, может быть, на третьем месте. А вот на спот рынке он на первом, поэтому, скорее всего, вы будете торговать не по финвизу и задержка вам не нужна, ну, платформа вам не нужна или задержка, а хотя бы вот по метатрейдеру, где есть индикатор и все остальное. Смотрите, как они откупают. Полтора часа осталось до закрытия рынка, уже тень вырисовалась, и мне это не нравится, потому что я жду такой большой стирки, обвала хорошего, волатильности, зайти на рынок, сделать трехмесячную прибыль и выйти. Вот, точнее, построить конструкции, взять трехмесячную прибыль и выйти. После этого откупайте сколько хотите. А вот не дают, не дают рынку даже сильно уйти. Ну, что значит не дают? Не то, чтобы я сторонник теории заговоров, а просто большой интерес есть на рынке. Очень много быков, покупателей, да, и они настроены оптимистично, считают, что рынок еще не дошел пика. Ну, кто прав, кто не прав, мы не знаем. Ну, дали бы коррекцию, я бы с удовольствием дею воспользовался. Окей, идем дальше. Что у нас еще было из инструментов? Значит, BMW, Daimler, расставим. Ничего интересного. Ена. Я надеюсь, кто-то в прошлый раз спрашивал, брать, не брать. Мы где-то вот здесь, да, были. Еще обсуждали, что у нас хорошие минимумы, прочерченные, кстати, это аж 4. Неплохо, что можно как-то брать. Вот, не нужно было, конечно, стоп-лос сюда ставить. Я не знаю, мы говорили о стоп-лосах или нет. Вот какой-то импульс пошел, 180, 200 пунктов по Е не дали, и вот снова коррекция. Давайте, кстати, на Дейле посмотрим, как это вообще выглядит. Да, кстати, оттоптали мы дно еще не полностью. Видите, можно сказать, что здесь поддержка все еще актуальна. Давайте ее сделаем жирно, вот такой, 108, 107,90, я не знаю, кто где поставит. Можно сказать, что поддержка все еще актуальна. И по Fibonacci, Retracement, ну вот совсем возьмем дно, в среднем вот отсюда возьмем дно. По Fibonacci мы только 50% оттаптываем. Грязно, конечно, ну ладно, пускай будет так. 50% оттаптываем, да, ровно. А на 61,8 еще можем уйти. Ложно все подумают, что пробили, а здесь еще могут быть покупки. Ну, это кажется флажком. Давайте сожмем график, вот иногда помогает сжиматься вот так график. Это похоже вообще на флажок. Фигура продолжения, но чем это будет на самом деле, никто не знает. Да, такой флагшток, сам флаг, затянувшийся, правда. Я бы здесь поверил в фигуру флага продолжения, но здесь это уже, так сказать, шутка затянулась. Не нравится мне такое. Так что посмотрим, оттаптаем 108 или нет. Вот непонятно, что будет. Очень даже легко можем уйти. Кстати, о долларе. Это же USDGPI, да, доллар против японской иени. А о долларе я могу вот что сказать. У меня тут картинка была, кстати. Вот она. Нет, это не то. Ну, это тоже покажу. Всего лишь статистика по валютам против доллара. Эти евро больше всех вырос, подрос. Я тоже об этом писал статью. Буквально вчера, она в среду выйдет. Потом, если захотите, скину. Ну, ничего нового. Всего лишь написал о том, что по евро больше интриги. И вот она почему растет, да, валюта евро. И вот, собственно, кто на сколько вырос. Новозеландец на последнем месте. И да, возвращаясь к нефти. Вот этот график мне больше всего понравился. Сейчас, вот он, да, включен. Больше всего мне понравился. Хотя, так сказать, в принципе, я не согласен с идеей, с которой авторы, кто здесь автор, Forbes Investments, Incrementum, неважно, я откуда-то его откопал. Я не согласен с тем, что время покупать commodities против equities. Что такое commodities против equities? Вот есть кому это сырье, фьючерсы на пшеницу, нефть, газ, ну, там масса всего, да, рис даже, да, торгуются на бирже виде фьючерса. И есть equities, это рынки капитала, то есть акции мировые, неважно, да, какие мировые рынки капитала. То есть все акции в мире в среднем. Так вот, соотношение стоимости сырья, товарно-сырьевых рынков, фьючерсов, к акциям сейчас находится на минимумах, на тех уровнях, где они были в 97-м, 87-м. Помните, крах, черный понедельник, обвалились кому-то сильнее, чем акции потом. Dotcom bubble, как раз когда они растут, только непонятно, почему в таком виде. Ну, неважно, восьмой год тоже был, ну, то есть мы сейчас находимся на минимумах, ниже которых, конечно, были, но не так сильно, да. Минус 2 было, сейчас мы минус 2 отскочили немного, и один раз в 57-м году было минус 2,5. Ну, и вот еще в 87-м, да, вот этот черный понедельник было минус 2,5, а в 97-м, 98-м мы даже не достигли этого уровня. Так что автор предлагает, сейчас посмотрим, соотношение, да, комодис к акциям, предлагает, что скорее всего мы уйдем вверх, а не вниз, а значит фьючерсы недооценены по сравнению с акциями. Значит, получается идея такая, или шорт, не или, а лучше одновременно, шорт акции, потому что они уже упали, и не наоборот, наоборот, комодис упали. Да, лонг, правильно, лонг, лонг фьючерсы, товарно-сырьевые, шорт акций, потому что фьючерсы недооценены именно по отношению к акциям. Или же по отдельности можно фьючерсы купить, думая, что они очень сильно упали, акции продать, играть на понижение, думая, что они, предполагая, что они очень сильно выросли, а лучше обратно. Как это называется? Парный трейдинг, кстати. Кстати, о моем парном трейдинге. Вы знаете, у нас был курс, да, в августе, 2 августа, несколько человек, сколько там было, не помню, 12, 17, 14 посетили. Мы даже открыли счет, и вот видите, 51,200. Счет был примерно 50 там с копейками, может уже 107 или 207, не помню. И вот я закрыл 51,200, и вот одна позиция здесь, пока ее держу. Но это был такой неудачный, секунду переключусь, неудачный парный трейдинг на двух бумагах, Chevron и ExxonMobil. То есть просто мы выбрали пару, которая могла бы тоже подходить под нашу систему. Основную прибыль сделали на Dow Jones и S&P. Кстати, сегодня Dow Jones, если вы заметили на Finviz, Dow Jones упал больше, чем S&P. У нас как раз была позиция такая, то есть мы бы сейчас еще больше заработали, но рано закрыл, потому что месяц уже держим, там свопы съедают. Вообще-то мы заработали больше, намного больше, но свопы съели большую часть. Секунду, посмотрю, насколько свопы съели. Вот здесь Account History, можно открыть историю счета, вот последний месяц посмотреть, что было. Только я не вижу, почему он не печатает. Секунду, еще раз. Три месяца последние. Да, вот. Посмотрите на свопы. Видно, нет, график? Ну, то есть цифры вы различаете, они мелким шрифтом нарисованы. Если видно, напишите плюсик. Я не уверен, что видно. Очень мелкий шрифт. Видно. Смотрите, свопы, ну, очень большие. Тут, правда, еще и старые сделки есть, на них не будем смотреть. Вот, началось Dow Jones против S&P. 1 к 10, потому что там цены отличаются в 10 раз. Ну, кто был на курсе, тот поймет. Смотрите, вот свопы. 549, это последняя позиция, которую я запрыл 31 августа. Ну, примерно, думал, месяц ровно будет, закрою. 549, 588. Причем, не важно, вы в лонгах или в шортах. Тысяча долларов только по этой позиции. Ну, и тут еще налетело, я думаю, там 200-300. Вот еще 300-300, 600. Около 2000. То есть, мы большую часть, две трети отдали на свопы. А знаете, о чем это говорит? Что говорит о том, что система или стратегия прекрасна. Она даже работает с такими гигантскими свопами. Она даже работает вот в таком маржинальном, да, виде, где списывают вас брокеры за удержание позиции через ночь. Она настолько прекрасна, что, несмотря, вопреки тому, что есть свопы, вопреки тому, что с вас списывают какую-то там плату, непонятно за что, но понятно за что, за левередж, за дивиденды нет, не приходили. Сейчас посмотрим, подождите, может быть, приходили. Есть ли тут поле дивиденды? Commission Taxes Commence нет, я не вижу. Ну, комиссии-то нет, комиссия нулевая, хоть так, да, комиссия нулевая. А дивидендов, может, и были, но нет никакой. Свопы небольшие, кстати, еще есть, нет, о свопах мы как раз и говорили, нет, грубо. Комиссия никакая, только на акциях 2-2-2 вот здесь, а на индексах нет свопов, нет комиссии. А вот свопы есть, и очень-очень большая, тут не показывает результат. Хотя мы можем сейчас делать график, и посмотрим, что он нам покажет. Вот он должен по умолчанию сразу открыть. Так, своп. Сейчас я включу, и вы увидите, что он показывает в итоге. Ого! Своп. 2-271. Вот. Ну, это со старыми. То есть, вы помните, когда мы курс открывали, я даже попросил Романа зачислить туда 50 тысяч, потому что там было около нуля, он зачислил чисто для целей курса, и было 50 тысяч там с копейками, 100 или 200. Так что, эта цифра ни о чем. Вот, если мы сейчас видим в терминале 51-200, это означает, что минимум 1000 мы заработали. На самом деле мы заработали 3800, около, нет, подождите, 3270, потому что вот он своп отнял очень-очень большую часть нашего заработка. А как с ним бороться, я не знаю. Своп это своп, ничего не поделать. Вот, СС Хан пишет, что в строке указывается. Ну, ладно, окей, мы потом посмотрим, были дивиденды или нет, за месяц нам должны были. Но, знаете, у нас же парный трейдинг, у нас что-то в short, что-то в long. Если где-то были дивиденды положительные, то где-то с нас списали, потому что мы стоим в обе стороны. В этом-то и преимущество парного трейдинга. Итак, режимирую. Техника работает, она даже работает на таких банальных инструментах, как индексы. Не надо искать бумаги, не надо копаться в скринерах, хотя лучше, конечно, это сделать. Она работает на простых инструментах. Вы просто покупаете один против другого, когда у вас сформировалась какая-то картинка. И вот специальные программы, о которых мы говорили на курсе, показывают это соотношение. То есть они показывают график, когда одно недооценено против другого. Вы просто ждете, когда он дойдет, этот график, до экстремума, до нужных уровней. Так что я не знаю, когда будет следующий курс, но очень советую вам записаться на него. Но он бесплатный, только там депозит надо зачислить какой-то. Ну или поговорите с Романом, если у вас есть какой-то большой депозит, может быть вы его уговорите как-то сделать по-другому. Ну или вот вам секрет, зачисляете 200 долларов, потом снимаете. Нет же никаких проблем. Так что курс абсолютно будет бесплатный. Никто вам не запретит снять эти деньги. Просто чтобы не было совсем много людей разных, не клиентов этой компании, они решили хоть какое-то условие поставить. Я всем рекомендую. Мы месяц прождали, сделали сделки и получили вот такой хороший результат. Если бы не свопы, да. Если бы не свопы, все было бы отлично. Окей, есть еще одна хитрость, которая избавит вас от свопов. Может быть как-нибудь спросите меня, расскажу. Это очень-очень такая серьезная тема. Хитрость такая, которую, наверное, мало кто знает, но тогда придется открыть еще один счет в другой компании. И это будет очень большой риск. Потому что Admiral Markets лицензированная компания в Евросоюзе, в UK, в Великобритании. Если что-то случится с ней, вы получите в районе 50 тысяч свои деньги обратно. А вот в другой какой-то компании, скорее всего, левой, где придется открыть счет, чтобы избежать свопов, ничего не получится. И, скорее всего, именно так и будет. Поэтому рекомендовать я вам не буду. Но если кому-то эта схема интересна, хитрость, я не расскажу. На заре рынка, на заре формирования брокисских компаний, когда не было крутых компаний с лицензиями, все были примерно одинаковые. Их кухнями называли. Люди так и делали. Потому что все равно кухня. Что одна, что другая. Одна чуть левее другой. А здесь у нас получается большая разница. Адмирал Макис получается лицензированная, серьезная, со страховкой. Да, Григорий знает. Григорий знает. Вот об этом и речь, Григорий. Исламские счета. Это, конечно, будет аморально, да, обманывать брокера и, так скажем, Бога. Абсолютно серьезно я это говорю. На самом деле, аморально. Это ложь. Но вот можно так сделать. Но, скорее всего, за эту ложь вас накажут. Потому что исламские счета крупные брокеры не дают, насколько я знаю. Это какие-то левые брокеры из Ирана какого-нибудь, которые решили такой маркетинговый ход сделать и заработать себе клиентов, которым, ну, вы знаете, по шариату запрещен фиксированный доход и фиксированный расход. Нельзя брать кредит с фиксированным расходом, ну, то есть кредит, да, классический с процентами. Нельзя депозиты открывать, где вам фиксировано, кто-то что-то платит. Не должно быть фиксированной части. Поэтому исламский кредит, это когда приходит компания в банк и получает кредит в доле с банком. Банк участвует в доле. Не проценты берет в любом случае, да, а как партнер. Я не знаю, как ипотеку берут, там, то есть, сложнее будет. Вот так. Так что схема не очень-то и рабочая сейчас уже. Да и на фоне лицензированного брокера все остальное выглядит очень опасно. Итак, давайте последний график откроем и посмотрим, что у нас происходит, а потом, может быть, вопрос-ответы, поговорим обо всем остальном. Здесь у нас S&P, да, здесь картинка, показывающая, сколько было drawdowns. Вот, Александр Криско пишет, что там комиссия есть нехилая. То есть, с одной стороны, они говорят, что свопа нет, а с другой стороны, берут комиссию, и она покрывает своп. Вот такие жулики-брокеры. Так что, да, я согласен, что совсем халявы, так скажем, не бывает. Скорее всего, там вот как-то частично компенсируют. Но если комиссия будет больше, чем своп, это уже невооруженным глазом будет видно и нужно быть, не знаю, наивным, чтобы открывать счет в левой компании, в которой комиссия даже больше, чем своп. Итак, шесть раз с 20-х годов обваливался S&P. Как раз хороший день сегодня поговорить об этом. Великая депрессия, вы видите, там 75% был обвал по S&P. И больше, чем на 30% было шесть раз. Так-то побольше, почаще падал S&P. Вот с 20-х годов больше, чем на 30% падал шесть раз. А вот последний раз было в 2000-х и в 2008-м. Почему-то здесь стоят черные точки. Что это значит? А вот здесь не стоит она, черная точка на S&P. Я не понимаю, почему inflation adjusts value lost. Не знаю, почему. Вот здесь не поставили. Так что давно такого не было. Сильного обвала, да вообще никакого не было, я бы сказал. Вы знаете, экономические циклы длятся 8-10 лет. Последний обвал был в 2008-м году. Так что в 2018-м году можно ждать, в крайнем случае, в 2019-м году можно ждать перенасыщения рынка. Про 2017-е я не скажу, потому что ФРС только-только начал поднимать ставки. Год, ну в декабре будет 2 с первого раза. А вообще активная фаза, вы знаете, в этом году была. Март, июнь, еще что-то, и декабрь, да, прошлого. Так что не думаю, что все это случится так быстро. Но, в общем-то, готовиться надо. И любой очень сильный обвал я бы первое время откупал, а потом уже стало бы страшно откупать после коррекции, если обвал продолжится, волна вторая, там третья. Было бы страшно. Итак, давайте вернемся к нашему терминалу, метатрейдеру. Вроде очень даже активно все обсудили. Время подходит к концу. Вот, кстати, функция Chart in Chart. Для тех, кто в первый раз, я скажу, что есть в вашем терминале Время Маркетс хорошая функция. Она называется, не функция, а даже целый плагин приложения, который называется Supreme Edition. В этом Supreme Edition есть масса фишек интересных. И одна из них это Chart in Chart. То есть те, кто торгует парным трейдингом, или просто хочет отслеживать 2 каких-то актива, 2 бумаги, 2 индекса. Вы можете, я не буду показывать, если что у Романа спросить, это очень просто. Закачать этот Supreme, даже на демо версию можно закачать его. И вот функции Chart in Chart, она так и называется. Смотрите, что удобно. Я двигаю первый график, двигается и второй. Это очень классная функция, особенно для парного трейдинга. Вы просто ставите два графика, видите, как пар находят у нас JP Morgan и Bank of America. Знаете, какая у них корреляция? У них корреляция 97%, даже может 98%. Это очень высокая корреляция. То есть если у этих двух бумаг, которые ходят один в один и падают вместе, ну потому что они два банка из практически одной индустрии и растут вместе, если вдруг случится какая-то раскорреляция, это очень хорошая пара, идеальная пара, чтобы торговать ее раскорреляцию. То есть если JP Morgan очень сильно упал, а Bank of America не успел так сильно упасть, это значит, что JP Morgan перепродан по отношению к Bank of America. Не вообще перепродан, а перепродан именно по отношению к ней. Значит, покупаем JP Morgan, продаем Bank of America. По отношению к индустрии вы нейтральны. Вам все равно, куда пойдут акции банков, вам все равно, куда пойдет американский индекс S&P, Dow Jones. Вам важно лишь то, чтобы JP Morgan отыграл свои потерянные позиции. Теперь ЕЦБ. Хорошо, Михаил напомнил, времени мало, а мы тут о партнер-трейдинге говорим. ЕЦБ. Я не знаю, что от них ждать, потому что это всегда интрига, особенно в последнее время. Конечно, со ставками ничего не будет, но подозреваю, что цифра, касающаяся QE, так называемого уровня облигации, который выкупается, может быть, не цифра, а даже дата, может быть пересмотрена. То есть до конца года, понятно, Драги обещал, что будет объем 60 миллиардов. Было 80, в апреле снизили до 60. Наверняка тут ничего трогать не будут. Хотя я смотрел инфляцию по разным регионам. Испания 3,1, Германия 2,1 было, по-моему, сейчас ожидается 1,9. Ну, то есть инфляция уже так подходит к таргет-уровну. Вот в Британии она подошла уже давно, даже выше было, 2,6 было, 2,7. Но Банк Англии не пошел на повышение. Видимо, боятся последствий Brexit или еще чего-то, политических передряг, которые уже в прошлом. Но Банк Англии не пошел. Давайте думать так, что и ЕЦБ не пойдет, увидев инфляцию выше 2, пока не пойдет, переждет какое-то время. Поэтому речь, наверное, интрига состоит в том, что будут говорить об объеме и дате, когда этот объем закроют. То есть 1 января прекратится QE, выкуп или нет, какие-то намеки. Ну и он скажет, означает ли прекращение QE автоматический рост ставок или придется еще долго ждать. Ну, в общем, пресс-конференция должна быть интересной. Уже время подошло к намекам, к интригам, время подошло, когда Марио Драги должен давать нам какую-то пищу для размышлений. Так что я буду в онлайне смотреть на Блумберге, если успею. Это когда у нас в четверг, да? Ну, должен успеть, что значит, если успею. Так что, да, ждать чего я не знаю, но вот дата QE и объем QE будут вопросом. Да, качели могут быть красивые, кстати, потому что смотрите, как сильно вырос рынок. Евро 1.20 пробил, консолидировался. Если рынок разочаруется и поймет, что нет, этот Драги, конечно, медлительный, еще долго будет ждать, торопиться не хочет, боится, он тем более у нас под боком Банк Англии уже так делает, и все нормально вроде, и видите, фунт как ушел вниз. Кстати, фунт, 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 британский фунт, я о нем не говорил, вот уже, наверное, следующий график это фунт, нет, следующий график это Ebex, Snapchat, еще одна дурацкая программа. Кстати, как эта фирма называется, Revol, или как, которая Angry Birds выпускает игрушку, она скоро выйдет на IPO и ожидается, что будет стоить 2 миллиарда. Я сегодня копался в отчетности этой компании, это финская компания, она выйдет на IPO Nasdaq Helsinki, то есть не на тот Nasdaq, который в Америке, а вы знаете, Nasdaq управляет множеством компаний, бирж в мире, да, OMX так называемый, OMX Nasdaq. Ну, неважно, она выйдет на IPO в Хельсинки и ожидается, что капитализация будет 2 миллиарда. Я посмотрел ее показатели, неплохо они за последний год увеличили и маржу, рентабельность, да, и беда там и так далее, и объемы, все выросло, но, конечно, есть куча вопросов. Как долго еще этот Angry Birds дурацкий будет в тренде, как долго еще ее будет. То есть, 79% доходов этой компании приходится на игру Angry Birds, ее скачали там миллиарды раз, но она даже в России не в топе, она где-то в каких-то странах, на 6-м месте, а в EOS-платформе она в сотке, по-моему, на 99-м месте. Я бы не стал покупать акции еще и на IPO, компании, которая не в топе скачивания для мобильных, а вы знаете, что большей частью мобильные, да, платформы дают прибыль компании. Что еще могу сказать? То, что, да, остальные 21% они зарабатывают. Как вы думаете, с чего зарабатывает компания-производитель Angry Birds игры? Я пока завершу, найду фунт. Кто-нибудь скажите, 79% этой игры, что еще может зарабатывать и как компания, производящая игры Angry Birds, ну, там не только игры, вот вы мне скажите, что еще. Вопрос студию, наверное, тут не нужно быть трейдером, чтобы ответить на этот вопрос. Если, конечно, вы слыхали, знаете. Реклама? Ну, тепло, наверное, но нет, не совсем реклама. Тепло, да. Скорее ждет судьба ловли покемонов. Да, я согласен, что это очень похоже на то, какой был ажиотаж с акциями Nintendo. Все ловили покемонов, все хотели купить эти акции, все СМИ писали о том, как РБК. Чем это закончилось? Последнего ловящего покемонов человека я видел в Испании в этом году. Это были туристы с Украины, вероятно, не совсем из города, причем в восточной части Украины. Возможно, там еще это работает. Но уже в европейских городах, в Америке я давно не слышу, чтобы кто-то бегал за покемоном. Вот летом я видел туристов, отец с сыном маленьким ушли куда-то ловить покемонов. Я даже спросил, остались ли они, уж тем более в Испании, сказали, что они появляются. Новые покемоны выпускаются, я не разбираюсь в этом, к сожалению, я даже не видел, как они выглядят в телефоне. Так, теперь, да, роботы, пишет Григорий про роботов. Сейчас мы вернемся сюда. 21% прибыли компании, выпускающей Angry Birds, приходится на лицензирование. Если вы видели, в Duty Free, в каких-то торговых центрах есть такие оффлайновые, назовем, живые реальные магазины с игрушками Angry Birds. Даже есть лимонад детский Angry Birds. Так вот, это лицензирование, всякие там франшизы и так далее. Логотипа, вот этих злых, не человеческих, птичек. Вот так, что вот они зарабатывают лицензирование. Но это тоже долго длиться не будет, пока актуальная игра будет лицензирована. Не будет игра актуальной, никому даром не будет нужен этот логотип, эта птичка злая. Окей, что тут еще? Следует показать фото своего рабочего стола. Могу показать, если бы я здесь мог закачать картинку, у меня есть фото рабочего стола, но я не знаю, как закачивать в чат картинки. А, подождите, я ее должен открыть. Давайте я ее открою и покажу. Сейчас, секунду. Как раз у нас мало времени, я сейчас покажу картинку, раз уж Алекс спрашивает. У меня два рабочих стола было, летний рабочий стол и, так сказать, основной, который здесь. Но пока он основной, пока я не вернулся обратно, не переехал в Испанию, думаю, еще полгода, год он будет, ну год, навряд ли, основным секундом. Сейчас я найду и покажу. И вы посмотрите на график золота. Я об этом забыл сегодня упомянуть. Идеально пошло ровно так, как мы говорили в прошлый раз. Помните идею, да? Я говорил, что вся эта геополитическая нестабильность не может не отразиться на золоте. Она пока не отразилась. Ким Чен Ир уже запускает ракеты. Знаете, сколько в этом году Ким Чен Ир запустил ракет? Ким Чен Ир, извиняюсь, и умер уже. Ким Чен Ир в этом году запустил 84 ракеты. Мы знаем только об одной или двух. Вот одна через Японию прилетела, упала в океан. До этого было. Но только в 17-м году, нет, не году, за время своего управления 84 ракеты, только в этом году 18 ракет было запущено. В 16-м 26. Так что эта игра старая. Если раньше считали, что это какой-то шантаж, ходили слухи, что Ким Чен Ир просто запускает ракеты, чтобы у Запада вымолить, выторговать какие-то фишки, медикаменты, продукты. Ну, то есть поугрожать, получить денег, и какое-то время это будет работать. Потом снова закончились деньги, поугрожать, там скинутся Китай, Штаты, что для них стоит, пару миллионов, пару сотен миллионов дать бедной стране Северной Кореи. Она действительно бедна, хоть и говорят по первому каналу передача была, о том, как в Северной Корее все хорошо. Действительно я смотрел кусочек картинки из этой передачи, там показывали, что в аптеках все есть, что в индустрии моды не уступает Китай, даже Милану и Парижу было очень смешно. Наверное, это была юмористическая передача. Так вот, неправда. Наверное, все знают, что это неправда. Я открыл один рабочий стол. Ладно, второй я потом найду. Сейчас я включу рабочий стол. Фото с рабочего стола. Алекс попросил. Ну вот, примерно так, если видно. Еще ТВ справа. Его просто на стекло некуда ставить. Он справа, ТВ, где у меня постоянно играет Блумберг. И всем советую, потому что именно по Блумбергу я вижу то, что происходит здесь сейчас. Они показывают актуальное, интересное. Даже не надо английский знать, если что, у кого там проблемы с языком. Будет такая красная строка, и там будет написано, например, Dow Jones минус 2%. Вы уже будете понимать, что на рынке обвал, если вы вдруг не заметили. Так, хорошо. Фунт. Да, золото. Нет, секунду. Золото. Посмотрите, как он хорошо отыграл, и как мы об этом говорили. Видите, пробой weekly-линии. Секунду, переключу. Пробой weekly. Да, и музыка есть, Алекс. Я большой любитель и даже аудиофил. Ну, то, что у меня стоит сейчас, не такое прям аудиофильское. Это все-таки не high-end, а high-fi. Но, ну, как делать? Не знаю, у кого на что хватило. Там high-end гоняться можно долго за хорошей техникой, и очень много на это потратить денег. Так вот, мы пробили weekly-уровень и улетели достаточно серьезно, даже после того, как перестала эта проблема беспокоить людей. То есть, СМИ об этом не говорят, как-то улеглось, утихло. И, тем не менее, 1341 сейчас мне показывает терминал. Это дневной максимум. Было 1341.84. Дневной максимум и недельный максимум, и даже месячный максимум. Круче было только в сентябре прошлого года, даже летом прошлого года. Достигли 1372. Так что, вот так мы об этом говорили. Мы молодцы. На прошлом или позапрошлом вебинаре обсуждали, что золото самое время войти, потому что, скорее всего, макро, геополитические риски пока не учтены в этом самом котировке золота. И, наконец, фунт последний. Уже закрываем наш вебинар, закругляемся. Фунт, помните, что у нас было? Мы пробили, да, мы говорили о поддержке вот здесь. Прошло уже, да, неделя-полторы прошло. Поддержка действительно оказалась очень эффектной. Я говорил, что не спешите на касание этой линии продавать. Можно, конечно, но не ждите, что прям рухнем, рухнем, рухнем. Инфляция в Британии, будущее повышение ставок, падение доллара, все это, скорее всего, намекает на то, что фунт скорее в бычьем тренде, чем в медвежьем. Вот случилось то, что случилось. Отлично. Я, к сожалению, никаких сделок не делал, потому что по фунту очень неликвидные колы, очень неликвидные опционы. И это очень сильно бесит. У меня до сих пор висит опцион, который стекает в сентябре. А вот, кстати, в понедельник он должен истечь. Я его не смог закрыть, потому что там нужно было так его дорого выкупать, что весь смысл терялся. Все, у меня все. Всем спасибо. Жду вас в следующий вторник, а в четверг у нас будет новая тема. Следующий, не в этот четверг. Будет новая тема, тематическая. Лето закончилось, отдых закончился. Всех призываю, все за свои мониторы. А Михаил пишет, что болеем за Украину, Исландия, Украина. Да, я тоже буду болеть за Украину. Хотя не знаю, где смотреть эту игру. Так что желаю сборной Украины победить. Все, всем спасибо. Увидимся в следующий вторник. Ставьте стоп-лоссы. Торгуйте аккуратно, потому что рынок будет всегда. Если онлайн есть, то я открою канал Украина. А как бы я живу в Эстонии, поэтому не смогу посмотреть. Все, удачи до следующего вторника. Всем спасибо.